МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых интересных событиях из мира кино. О самых кассовых и рейтинговых фильмах. О жизни звезд и режиссеров. Об этом и многом другом расскажем вам прямо сейчас. С вами Ирина Вышогородцева. И Мария Ирунич. И это программа Кинокайф. И для начала новости из мира кинематографа. И сегодня новости хочется начать с поздравления. Свой день рождения отмечает прекрасная Рене Зельвегер. А значит, сегодня мы поговорим о Бриджи Джонс. А вот и нет. Как нет? Бриджи Джонс это лучшая роль Рене. О чем еще можно разговаривать? Ты слишком примитивно мыслишь. Вообще-то у нее есть еще и другие крутые фильмы. И, кстати, с Рене ты наверняка познакомилась гораздо раньше, чем посмотрела дневник Бриджи Джонс. С чего? Взяла-то. С того, что она еще и озвучивает мультфильмы. Ты могла слышать ее в мультике «Подводная братва». Она озвучивала Оскара. Оскар это мужик. Она озвучила его возлюбленную Энджи. А еще ее голос звучал в мультфильмах «Би-Муви», «Монстры против пришельцев», «Клубный Оскар». Ой, я не фанат зарубежных мультфильмов. Мне больше по душе русские. Ты вот смотрела новое «Простоквашино»? Вот там реально крутые люди на озвучке. Да, Печкин говорит голосом Охлобыстина. Шарик озвучивал певец Гарик Сукаченко. А Матроскина сын Олега Табакова-Антон. А события происходят в наше время. В мультфильме теперь есть и подобие скайпа, и смартфоны, и навигаторы. И, конечно, новые персонажи. А какие узнаете, когда сядете смотреть мультфильм? А пока вы ищете в интернете, где его скачать, мы расскажем, какие новинки уже завтра ждут вас в прокате. Уже на этой неделе на экранах российских кинотеатров стартует военный фильм «Танки» от режиссера картины «28 панфиловцев». На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее изол. Пройдя череду опасных приключений, благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34. Плюс этого кино еще в том, что в главных ролях Андрей Мерзликин и Аглая Тарасова. Есть что посмотреть в кино и маленьким зрителям. В прокат выходят смешарики дежавю. Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча и обращается в агентство дежавю, которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени. А Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго я, повзрослевшего и воршливого шорка, появившегося из-за временного парадокса. А почему мы не показали про мультсериал 40 Focats? Потому что он еще не вышел. Ну трейлер-то вышел. Ну а сам-то мультик нет. Ну трейлер-то вышел. Хорошо, рассказывай тогда про трейлер. Вышел трейлер нового мультсериала 40 Focats. Это все, что ты хотела сказать? Это новый комедийный мультсериал, который расскажет о приключениях группы котят, которые ведут себя как обычные кошки рядом с людьми. Но вот когда их никто не видит, они ведут себя почти как люди. И даже играют на музыкальных инструментах. Главная тема всего мультсериала это дружба и желание бескорыстно помогать другим. Тебе не кажется, что идею нагло своровали у мультфильма «Три кота»? Кажется. Здорово! Лиу-лиу-лиу! «Три кота» наверняка знакомы многим. Это история о повседневной жизни, отношениях и приключениях трех любознательных котят. Коржика, его братика Компота, их сестренки Карамельки, и других веселых котят. «Три кота» получили успех не только в России, но и у международной аудитории. Мультсериал транслируется более чем в 140 странах мира. И это при условии, что создание одной серии занимает около семи недель. До появления проекта «Три кота» была снята пилотная версия сериала «Котополис» про мир котов, возникший на осколках человеческой цивилизации. Это была довольно сложная история, но не очень подходящая для детей. И по трудоемкости картинки, и по количеству персонажей проект был почти неподъемным. Продолжение он не получил, но у автора появилась мысль сделать сериал про котов для самых маленьких. Идея претерпела небольшие изменения, и в результате мы получили вот такой милый, а главное, поучительный мультсериал. Здорово! Мю-миу-миу! На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Рунч. И Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «16». Пока-пока. Мю-миу! Субтитры подогнал «Симон»!